Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла о жизни общества в Советском Союзе, 80-е, 90-е годы уже в постсоветских странах, в котором я хочу рассказать о том, как жили люди в это время, фокусируясь на каких-то подробностях жизни типичного городского среднего класса, семьи, из которой я происхожу, из которой происходят мои друзья, мой круг общения. И я думаю, что это типичная история и для тех людей, которые жили в других городах. Я это делаю, потому что я слышу в последнее время очень много мифов, очень много неправды. Некоторые приукрашивают, некоторые, наоборот, очерняют. Я не хочу ни того, ни другого делать. Да, у меня взгляд достаточно критичный. Почему? Потому что, с одной стороны, время, может быть, было детское, там, юношеское, счастливое в чем-то. Когда эти годы вспоминаешь, когда трава была зеленее, деревья были высокие, родители были еще молодые, дедушки, бабушки были живы. И беззаботное детство кажется достаточно солнечным. У меня действительно воспоминания о 80-х как о довольно солнечных годах. Но при этом, когда я это все вспоминаю, внимательно анализирую, сравниваю с тем, что было в 90-х, что было после, я довольно критично к этому времени отношусь. Поэтому без прикрас, как было, почему так было, может быть, что сейчас есть, чего не было тогда. И вот этот такой взгляд на вещи, наверное, позволит, с одной стороны, более критично к этому подойти, с другой стороны, без какого-то огульного очернения того времени. Итак, мы уже поговорили о том, как выглядел советский детский сад и советская школа, как выглядела квартира городская, как у ней жили люди, и как они ходили за продуктами, и за промышленными товарами в магазины, и какие проблемы были в советской торговле. А давайте теперь посмотрим, как выглядели люди в Советском Союзе 80-х годов. То есть вот середина, вторая половина 80-х, когда были, в общем-то, живы и поколения моих дедушек, бабушек, и поколения, естественно, моих родителей. И они были еще довольно молодыми людьми. То есть вот давайте на это посмотрим. Разница между поколениями была, конечно же, огромная. Ну, поколение дедушек, бабушек. Это люди, которые родились до войны, до Второй мировой войны. Причем это скорее вторая половина 20-х, самое начало 30-х. Вот это то поколение, которое в 80-е годы, это уже люди, которым 50+, а то и 60 уже с небольшим. Кто-то заканчивает свою трудовую карьеру, кто-то уже пенсионер. Поколение моих родителей, это люди, которые родились в самом конце 40-х и в первой половине 50-х годов. Может быть, там чуть-чуть можно залезть на вторую половину 50-х, но совсем чуть-чуть. Это люди, которые уже в 70-х закончили вузы, начали жить как отдельные семьи, кто-то с родителями, кто-то в своих квартирах, и у кого в 70-х годах родились уже дети. То есть, в принципе, это люди такого среднего возраста, еще не старые, еще не пожилые, люди уже хорошо за 30, может быть, ну, кому-то уже под 40, кому-то там 35, кому-то, может быть, там 32. Ну, то есть, это вот люди уже не молодежь, скажем так. Люди среднего возраста, крепко стоящие на ногах. Разница между этими поколениями огромна. В принципе, можно еще чуть-чуть сказать о молодежи, собственно, о тех, кто немножко старше нас, ну, меня, моего поколения, это те, кто родились в самом конце 60-х и в самом начале 70-х. Это такое промежуточное поколение, они младше родителей, естественно, моих, они старше меня и моих друзей, и они в 80-х, это именно молодежь. Это те, кому там плюс-минус, ну, 20-25 лет. Так вот, если мы возьмем дедушку и бабушку, вот старшее поколение, они одевались, конечно, совсем по-другому, чем мои родители, выглядели совсем по-другому, не только в силу возраста, а, видимо, вот это еще такие традиции, поскольку они, ну, росли в 40-х, в 50-х годах. Они никогда не носили джинсы. Вот я вот не помню ни там, чтобы дедушки, ни их там, ровесники, вот такие уже пожилые люди старшего поколения, чтобы они одевали джинсы. Это было абсолютно не принято для них. Всегда носили штаны. Часто они носили пиджаки, причем пиджаки такие костюмные. Может быть, они не такого хорошего качества, как там костюм праздничный, но это был вот именно брюки-пиджак, как костюм, такой простоватый костюм, но тем не менее. Без галстука, естественно, но вот в повседневной основе, на повседневной основе, причем довольно часто для людей этого поколения, в том числе для моего дедушки, было обычным носить в повседневной жизни орденские планки. Для тех, кто не знает, это такие прямоугольники, прямоугольнички, которые надевались на грудь, и они соответствовали орденам, то есть носили не ордена в виде именно таких ордена и медалей в виде, ну, таких, как сказать, металлических кружочков, а именно каждому такому ордену соответствовала довольно небольшая орденская планка, потому что иначе все ордена они бы не поместились. Так вот, очень часто было. Дедушка всегда носил его, там сослуживцы, тоже всегда носили. И довольно много людей еще было, ветеранов, которые прошли Вторую мировую войну, и у них были разные ордена и медали, и они это носили на ежедневной основе. Кстати говоря, однажды нам это помогло. Вот мы с дедушкой ездили в конце 80-х в Ленинград, ну, останавливаясь у родственников, в Аронейбауме, или Ломоносов, по-моему, называлось тогда, и ездили каждый день посмотреть город. И в один из дней пошли в Эрмитаж, там была очередь, и как-то вот очередь мы заняли, потом с дедушкой пошли, чтобы посмотреть, а сколько там стоять, и в принципе там что-то разузнать, к началу очереди. Там стоял милиционер, который регулировал. И вот дедушка его что-то спросил, тот ему ответил, а потом так смотрит на него и говорит, а вы знаете, у нас вообще-то ветеранам без очереди, так что проходите вот сразу. То есть он, увидев ордена, которые, ну, орденские планки, которые дедушка носил, ну, каждый день на пиджаке, он тут же, у него такой ассоциативный ряд, что ветеран значит без очереди. Хотя дедушка, он, в принципе, в силу возраста ветераном-то войны не был, он эти ордена получил как военный, который служил уже, ну, во второй половине 40-х годов, по-моему, с 46-го года. Он выпустился из училища или что-то около того. Так что вот эта практика, она помогла. Но носили ордена, естественно, не для этого, орденские планки, а носилие, это было принято в те годы среди старшего поколения. Мужчины вот того возраста, то есть 50+, носили, очень часто для них, типичным для них было носить плащи и пальто. Это, в принципе, такая вещь, которая была единственная в гардеробе советского мужчины. То есть, может быть, у кого-то и было там несколько пальто, несколько плащей, но обычно было одно пальто и один плащ. То есть, плащ это такая демисезонная вещь, это осенне-весеннее. Сейчас практически плащи не носят. Да и более молодые люди даже и тогда уже плащи переставали носить. Ну, а зимнее это было пальто, такое тяжелое, из плотной ткани. Но уже в 80-е, в принципе, начали эти люди этого поколения носить и зимние куртки. Все это было таких цветов темных, обычно там черное, но если пальто черное или темно-коричневое, темно-синее, если это плащи, то они были более светлые. Какие-то светло-серые или бежевые. Шляпа была типичным атрибутом для мужчин того времени. Вот у моего дедушки было, по-моему, две шляпы или три шляпы. В чем это шляпы? Вы их можете увидеть на фотографиях тех лет, там члены политбюро, тот же Горбачев. Вот тоже такого типа шляпы. Даже сложно описать, я постараюсь показать фотографию. То есть, вот мужчины за 50, для них носить шляпу, это было обычное дело, это было чаще, чем не носили шляпы. Некоторые носили какие-то выжиковые шапки, тоже распространенные среди членов политбюро. Ну, а летом, кстати говоря, многие мужчины старшего возраста носили такие белые полотняные кепки. Некоторые в стиле таких капитанов речного транспорта, некоторые просто такие белые кепки в стиле, там, не знаю, каких-то советских 40-50-х годов. Это сохранялось. И еще непременным аксессуаром мужчины старшего возраста того времени был шарф. Причем это не такие шарфы, как вот сейчас носят. Там не было таких шарфов длинных, вязаных, или шарфов, которые надо обмотать вокруг шеи несколько раз. Нет, шарфы были достаточно короткие. Под плащ или там осенью, весной носили шарфы то ли шелковые, но из какой-то такой ткани гладкой. А зимой носили уже шерстяной шарф, и его просто вокруг шеи вот так один раз не обвязывали даже, а просто его концы вот так они свисали. То есть это достаточно короткий шарф, но это было у всех. Это прям вот было повсеместно такие шарфы. Летом мужчины вот такого старшего возраста, ну одевались, конечно, зачастую по-разному, но очень типично можно было встретить мужчину, немолодой такой, пожилой, в штанах и в рубашке на выпуск с коротким рукавом. Опять же постараюсь найти фотографию, чтобы показать, как это выглядит, потому что сказать сложно. Сейчас так не одеваются, сейчас такое не носят. Более того, вот если вы думаете, что это как тенниска нынешняя, нет, это по сути похоже на тенниску, но по материалу и по покрою выглядело по-другому. Даже, я не знаю, сейчас такое уже не носят. Но вот мужчины именно старшего возраста в те годы, в 80-е, летом такое носили. Ну а на ногах сандалии обычно с носками. То есть чтобы сандалии без носок носили, такое я не припомню. То есть вот это такой типичный внешний вид мужчины старшего возраста. Люди эти обычно не гонялись за какой-то модной одеждой, разумеется, они уже не молодые, или за импортными вещами. Обычно их гардероб составляли вещи советского производства, ну за исключением уже так номенклатуры и каких-то людей, приближенных к номенклатуре, которые могли доставать импортные вещи. То же самое можно сказать о бабушке и о женщинах ее поколения. То есть те, кому там было плюс-минус 60 лет, около 60 лет в те годы, они одевались достаточно строго. Это обычно была юбка и блузка или кофточка. То есть вот юбка и кофточка, юбка и блузка, особенно в осенне-зимний период, это практически все женщины того возраста так одевались. Летом они часто носили платья, причем вот такие прямо архетипичные платья в цветочек. Некоторые критиковали жену Хрущева на фотографии с Кеннеди, что она вот одела такое простецкое платье в цветочки. Но на самом деле, я так понимаю, что для советских женщин это была мода конца 40-х и первой половины 50-х, а может и всех 50-х годов, потому что именно бабушка и вот ее всякие ровесницы, они носили тоже такие вот платья в цветочке. Как раз вот, ну, это было обычно и это было, наверное, принято. Зимой они носили тоже такой очень типичный атрибут немолодой женщины в советский период, пальто с воротником из искусственного меха. Почему-то пальто с таким меховым воротником обычно это пальто или темных цветов, или может быть бежевое, какое-то такое серое, ну, скорее бежевое. Вот, вот, женщины того старшего возраста носили именно такие пальто и носили меховые круглые шапки. Также часто женщины того поколения вот старшего, особенно те, которые происходили из сел, носили, ходили с покрытой головой, или они носили косынку, но косынка это уже такая больше сельская штука. Хотя в городах такие вот женщины тоже были, которые носили косынки, но это в основном такой сельский вариант. А также они носили иногда платки на голове, которые как бы косынки сельские не напоминали, но все-таки это было как бы с покрытой головой идти. Для поколения уже более молодого это не свойственно. Обувь они носили летом, туфли, лодочки на низком толстом каблуке, а зимой сапоги. Ну, тоже обычно это все были советские вещи, как вот и мужчины того поколения, женщины этого поколения обычно не гонялись за импортными вещами. Ну, конечно, были исключения, всякие люди, женщины более высокопоставленные, номенклатурные, или из какой-то артистической среды, или из бывших, потому что у меня, допустим, по второй линии, вот, дедушка происходил из довольно дореволюционной, очень хорошей семьи. Его собственный дедушка был действительно истатский советник, то есть генерал-майор по тому времени, еще при царе. Ну, он умер в 20-е, там семья не пострадала, не была репрессирована, насколько я знаю, в 30-е. Ну, и вот, судя по тому, как одевались там его тетки, сестры его там, мать и родственники его отца, они одевались немножко более изысканно. В целом так же, в целом тоже джинсы и свитера они не носили, тоже какие-то там плащи, брюки, костюмы, но немножко вот более изысканно, чем какие-то вот советские люди из отцахи, скажем так. Но это вот все старшее поколение. Если мы берем поколение моих родителей, отца и матери, то есть те, кому в 80-х было от 30 до 40. Уже часто вы могли встретить на мужчинах этого возраста джинсы. Не все, это где-то 50 на 50, я бы сказал, но уже это было достаточно распространено. В общем, они носили свитера и рубашки. Редко можно было встретить такого человека в костюме, если это только не какой-то официальный повод, или это не какой-то там человек, тоже номенклатурный деятель, комсомольский или уже партийный, которые ходили в костюмах. А если это там обычный инженер, преподаватель, врач, то чаще это была рубашка, это мог быть свитер. Это мог быть пиджак, но не костюмный. То есть мог быть пиджак отдельно, а там и джинсы, или какие-то брюки, но не как костюм. Кстати говоря, модой того времени для мужчин также было носить то, что называется водолазки. Мы их еще называли гольфики. То есть это такая как бы одежда тонкая с горлышком, с длинным рукавом, которую могли носить и под пиджак, и под кофту. И это было довольно модно. Можно вспомнить знаменитый плакат того времени с Михаилом Боярским, как раз в пиджаке и, по-моему, в голубой водолазке. Также мужчины этого возраста, среднего возраста, носили чаще куртки, чем плащи или пальто. Уже как-то куртки входят в моду. Болония. Я помню, что вот балоневые куртки тогда носили. У богатых мужчин зимой были дубленки. У моих, например, родителей дубленок не было. Мы были не столь богаты. Но те, кто посостоятельней, те там и мужчины, и женщины, это дубленка и это большая меховая шапка. Но, вообще-то, меховые шапки тогда носили все. И старались из норки, и изнутри, и у дедушки, и у отца, и, естественно, у мамы, и у бабушки. У них такие меховые шапки были. Также входили в моду в то 80-е, особенно ближе к концу 80-х, куртки Аляски. Куртки с таким меховым воротником. Это импортная вещь. Их надо было доставать. Ну, а проще было достать, и они были более массовые, так называемые дутые куртки. Я не знаю, честно говоря, почему тогда их так называли. То есть, это куртки из... Ну, что-то типа пуховика, хотя не обязательно там был натуральный пух. Это, может быть, были искусственные наполнители. Но они были такие стеганы, как бы, и поэтому они казались такими, как бы, дутыми. Мы их называли дутые куртки. Вот это для второй половины 80-х, это обычное дело. Пуховики тогда появлялись, кстати говоря. Ну, пуховики, это скорее уже в 90-х, они стали массовыми. Но в 80-е они начали появляться. Мужчины того поколения уже обычно не носили шляпы. Хотя были исключения. Ну, тот же боярский, например. Ну, это скорее так уже пофасонить. Такие шляпы не такие, как носили старики. У него там шляпы были модные. Но все-таки мужчины того времени шляп уже не носили. То есть, летом ходили так. Некоторые кепки носили, но обычно с непокрытой головой. А зимой, ну, обычно старались доставать шапки меховые, изнутри или норки. Но также носили мужчины уже вот 30-40 лет в те годы. И шапки типа лыжных, то есть, такие шерстяные шапки, но не такие, как сейчас популярные. А тогда была популярна шапка типа петушок. Опять же, это надо показывать на фотографиях. Так, сложно объяснить. Она с таким, как бы, гребнем получалась. Ну, вот петушки, это мода того времени. Шапки имеется в виду. Ну, это более, можно сказать, молодежный вариант. К сожалению говоря, и люди достаточно молодые, и мальчики того времени носили такие шапки. Что касается обуви, то обычно уже носили мужчины этого возраста туфли. Зимой полусапожки. Какие-то полусапожки лучше чешские или ГДРовские, или там Югославия. Но только не советские. Только не советские. По одежде вот это поколение уже считало, что советские вещи это моветон. Если можешь достать, доставай импортные. Носи их 5-6 лет, но только не покупай советские. Кстати, говоря обувь, с тех пор, вот я помню, была очень популярная Саламандра фирма. Сейчас как-то я о ней не слышу. Сейчас мы носим немножко другие бренды. Тогда вот Саламандра, это была модная вещь для мамы и женщин ее поколения. То есть тем, кому в 80-е было около 30 или слегка за 30, ну там до 40. Ну скорее это, да, это вот плюс-минус 30 лет. То они платья в цветочек, те вот старорежимные, ну не старорежимные, а те, которые по моде 50-х годов, уже в общем-то в основном не носили. Да и платье как-то меньше уже носили в этом возрасте женщины, не совсем такие юные, не молодые девушки, а вот уже тем, кому там плюс-минус 30 лет. Они носили длинные юбки, насколько вот я так помню, как-то даже более длинные, чем поколение бабушки. У них были популярны, у вот этих женщин 30-35 лет, вязаные кофты или жилеты. В принципе, сами вязали, как я уже говорил, это была фишка того времени, много вязали и часто вязали сами. Я вот почему-то помню еще жилеты, такие как бы грубой ткани или грубой вязки с большими деревянными пуговицами, которые вот тогда были модными. У женщин того времени, если они носили какую-то кофточку, такой тонкой вязки, тоненькую кофточку, то часто одевали поверх нее тоненькую цепочку золотую. Это был модный аксессуар той поры. Зимой женщины этого вот поколения в основном носили шубы, то есть, насколько я помню, шуба была, вот если брать поколение бабушек, там шубы тоже носили, но как бы меньше, там в основном пальто носили. А вот если поколение мамы, то пальто как-то вот меньше, а в основном шубы или дубленки, кто побогаче, те, конечно, дубленки. Также уже появлялись, по-моему, пуховое пальто. Опять же, пуховики, это фишка скорее уже начала 90-х, но, по-моему, в конце 80-х уже такие длинные, стеганые пуховое пальто, их тоже можно было встретить. А вот пальто такие старорежимные, как носило там поколение бабушек, то есть, с таким вот искусственным мехом на воротнике, вот эти женщины уже не носили. Это все-таки фишка более старшего поколения. По обуви тоже отличались, если так брать, то такие туфли-лодочки, может быть, носили, но какие-то уже другие, не такие, как вот женщины пенсионного возраста. И сапоги абсолютно не такие, вот у более молодых женщин, там 30-35, почему-то у них были в моде сапоги, такие более длинные, более такой качественной кожи. И очень ценились итальянские, разумеется, но в любом случае старались доставать какие-то соц. страны, если не могли достать итальянские сапожки. Но носить советское для женщин, там 30-35 лет, из нормального городского среднего класса, носить советские вещи было моветон. Это было не принято, это только если там не смог ничего достать, но и то старались достать уже импорта и носить по там несколько лет, чем покупать что-то советское. Ну, а вообще шик это достать какие-то западные вещи. А если мы возьмем молодежь, вот именно те, кто между поколением моих родителей и моим поколением, тем, кому в советское в 80-е было, ну там, 18-25, я бы так сказал. То есть это люди, которые родились во второй половине 60-х годов, может быть, в самые первые годы 70-х, там, 70-й, 71-й, 72-й. И они, конечно, 80-е, это люди еще обычно, которых не затянула взрослая жизнь, которые обычно еще холостые, незамужние, студенты или совсем молодые там специалисты. Они выглядели гораздо более ярко. То есть поколение моих родителей, они уже так остепенились, они уже взрослые, такие уже довольно солидные. Там, не знаю, кандидаты наук или там преподаватели, врачи, инженеры, экономисты, ну какие-то вот такие уже люди. А молодежь такая, она больше еще потусить и больше подвержена моде того времени и с западной конца 70-х, начала 80-х. Хотя там были разные, конечно, люди. Были люди больше, которые исповедовали протест против системы, такие контр-культурные, неформальные. И они больше восприняли новую волну, то есть моду конца 70-х, которая шла от панк-рока. И тогда для молодежи 80-х, для тех, кому было 16-18 лет, не так редко можно было увидеть парней с ирокезами, парней вот именно с такими натуральными ирокезами, которые даже уже в 90-е сложно было встретить, а в 80-е это можно было встретить и выкрашенные ирокезы, такие прям, ну, конечно, с ними боролась советская власть. Понятно, это был протест против системы. Были уже популярны косухи, то есть кожаные куртки с заклепками, особенно заклепки, булавки. Это все было среди молодежи в моде. Я еще помню почему-то с тех пор как-то запомнилось, отложилась в памяти значки Iron Maiden. Iron Maiden, ну, группа довольно популярная тогда, естественно, запрещенная, или как бы не приветствовавшаяся в Советском Союзе. Но вот среди молодежи их там очень уважали, значки Iron Maiden, это был тоже своего рода протест. Много было и там молодежи, парней с длинными волосами, джинсы носили повсеместно, уже носить штаны было дурным вкусом среди молодежи. Пальто и плащи это было старорежимное, если не сказать старперское для молодежи того времени. Не джинсы, варенки тогда входили в моду, причем это было как у молодежи вот такой неформальной, так и у молодежи такой типа диско. Потому что второе большое направление 80-х это диско-культура, которая тоже пришла из конца 80-х. И они выглядели, конечно, совершенно по-другому, чем те же панки или металлисты. И если там взять тех же металлистов, для которых были типично длинные волосы, панки с иракезами, то вот это вот диско-поколение, это прически а-ля Modern Token, я бы сказал. Кстати, очень популярная группа середины 80-х, Modern Token, по которой в Советском Союзе там многие сходили с ума в ту пору. Кстати говоря, в ту же пору еще одно направление среди тоже молодежи, парней, входит в моду бодибилдинг или, как тогда говорили, мультуристы. То есть вот качаться, подпольные качалки появлялись первые и вот такой культ тела, накачанного тела, это тоже появлялось. Я не буду говорить про люберов, потому что у нас этого не было, и гопники это для нас скорее феномен 90-х годов уже, что там было в России, в РСФСР, я так только могу по слухам знать, но вроде бы там была большая жесть, чем у нас. У нас как бы такого в 80-е не было. Значит, если взять девушек, то тогда вот я больше помню именно такую диско, что ли, культуру распространенную среди девушек, ну вот там 18-20 лет или молодых женщин там 20 с небольшим. И что это, атрибуты какие? Это яркие цвета, вот именно таких ярких цветов, такого кричащего макияжа, ни до, наверное, ни после 80-х не было. Это вот очень такая фишка типичная 80-х годов. Это мини-юбки, это прически с начесом, такие вот прически, тоже фотографии постараюсь найти, чтобы показать, как было типично или нетипично, скорее, а модно для девушек, молодых женщин, какие носить пышные такие прически, как вообще выглядеть. И с тех пор у меня почему-то такая еще, такой штамп есть женщина-бамп, роковая женщина, вот как-то это было тогда в моде. Было еще одно течение, тоже популярное среди молодых девушек, молодых женщин. Это аэробика, спортивная, вот такая полуспортивная гимнастика и соответствующая одежда. Это тоже яркие цвета, но это обтягивающая одежда, это там лосины, это гольфы, это обтягивающий там верх, такой преспортивненный. Это тоже было модно. И еще один тип из 80-х, из тоже второй половины 80-х, это треугольный женский силуэт. Силуэт широкие плечи, узкая талия, вот такой нетипичный для женщины в принципе и предыдущих, и последующих эпох. Но вот модные 80-е годы силуэт женщины, у которой из одежды, конечно не имелось в виду, что у женщины собственные широкие плечи, имелось в виду, что вот одежда с широкими плечами, с узкой талией и с еще какой-то шляпой такой широкополой, что-то вот такое. Это тоже фишка 80-х годов. Что касается детей, ну детям старались доставать обувь и одежду соц. стран, как бы советская тоже была в бетон. Мальчики, хотя, ну как бы когда мы были маленькими, когда вот я еще в детский садик ходил, если так взять фотографии детсадовские мои, то это шортики, это какие-то белые рубашечки, это гольфики. Вот любили мальчикам тогда одевать длинные носки, гольфики. Летом носили майки или те же рубашки, зимой штанишки на подтяжках или такие комбинезончики были в моде. Детскую обувь достать было сложно, но поэтому то, что доставали, это летом сандалии какие-то, зимой сапожки. Дети часто зимой носили детские шубы с капюшоном. Вот это обычная вещь, они, конечно, не из там какого-то типа меха, типа норки или нутрии, понятно, они попроще были. Но вот детская шуба с капюшоном, это какая-то вот очень распространенная вещь. Еще из обуви, по-моему, встречались еще и валенки. Вот что-то я так смутно припоминаю, что вроде бы валенки еще в ту пору были, хотя, может, и не уже такая распространенная вещь. Что касается аксессуаров. Мужчины среднего возраста, вот, ну, отец, например, мой, мужчины там 30, 35, 40 лет, тогда обычно ходили с дипломатами. Вот сейчас дипломат даже редко можно где-то встретить. А вот тогда это было практически у каждого мужчины в руках, вот, ну, не работяги, а такого интеллигентного мужчины был дипломат. Это такой портфель прямоугольной формы, жесткий, иногда кожаный, иногда пластиковый, с обычно защелками. Это, это очень такая типичная фишка для 80-х годов дипломат у мужчины. А вот если брать уже мужчин более старшего возраста, ну, как вот мой дедушка, например, там я уже не помню, что бы они дипломаты носили. У них это было уже не принято. Скорее, там, если носили, то какие-то кожаные мягкие портфельчики. Типа, как вот у Жванецкого, такой типичный портфель, мне кажется, более такой старорежимный. Ну, это по делам. А если в магазин ходить, то носили авоську. Это такая сеточка, сеточка для продуктов. Это типичная штука 80-х, которая потом уже ушла из нашей жизни. А в 80-е сетка или авоська была практически у каждого. Еще это что? Что составляют такие мужские вещи? Это одеколон, разумеется. Причем я говорю действительно о одеколоне, которую употребляли по назначению, а не вовнутрь. Потому что там рабочий класс, он больше одеколон употреблял как напиток. Далее это электробритвы. Тоже какая-то очень типичная вещь. После 80-х. Именно в ту пору, почему-то я помню электробритвы. Даже в поездах, когда мы ездили в поездах, были розетки специально для электробритв. Потому что у многих мужчин были электробритвы. Или же у тех, кто пользовался обычной бритвой, это были станки. Это был станок, в котором как бы открывались такие как дверцы. Туда вкладывалось плоское лезвие. И эти дверцы закрывались и им потом брились. То есть это совсем не та система, как вот привычная нам сейчас система жилет. Система жилет это вещи, которые начали появляться как раз в 90-х. То есть с самого начала 90-х уже вот стали распространяться современные бритвенные системы. А до того мужчины в Советском Союзе пользовались довольно архаичными бритвенными станками. Если брать женщин, то женщин тоже были, естественно, сумочки. Причем у женщин постарше были небольшие старорежимные сумочки. А у женщин поколения там 30-35 лет. Зачастую можно было встретить то, что является модным и сейчас. Это какие-то такие большие торбы прям из, как бы сейчас сказали, экологически чистых материалов. Ну то есть из ткани, из полотна. Часто их вешали на плечо. Иногда их носили и в руке. Ну были у них и тоже кожаные сумочки меньшего размера. Но вот в принципе такая женщина 30-35 лет в 80-х, она могла бы выглядеть модно и по нынешним временам. Как-то вот это все периодически возвращается в моду. Но, конечно говоря, о женщинах, наверное, стоит упомянуть косметику. Потому что вот то, что я встречал, то, что я видел, ну помню. Естественно, я в этом не разбираюсь, но только по внешнему виду этих вещей часто. По-моему, наверное, у каждой женщины того времени была такая тушь ленинградская, она, по-моему, называлась. Попробую найти фотографии. Может быть название я плохо помню, но то, как оно выглядело, оно было просто у всех. Тогда же у всех были еще какие-то косметические карандаши. Тоже вот абсолютно стандартный набор. И какой-то набор теней для макияжа, такой пластмассовой пробочки. Не знаю, советская это была или импортная. Но тоже как-то вот у всех было одно и то же. Вот такой абсолютно обычный аксессуар советской женщины. Вот что было уже шиком для советской женщины, это французские духи. Ну, это, конечно, всегда в моде, можно сказать. Но для Советского Союза, где купить это было нельзя, это надо было доставать, это было достать довольно сложно. Но вот о духах Шанель я ничего не могу сказать. Это наверняка и тогда было такой невозможной роскошью, только для избранных. А вот что я помню с тех 80-х, это духи Фиджи. Вот почему-то духи Фиджи, они тогда были мега популярны у советских женщин. Что касается драгоценностей. Опять же, можно сказать, что это всегда в моде. Но если мы возьмем советских женщин среднего класса, городского, то часто они носили какую-то тоненькую золотую цепочку. То есть это вот было как-то очень принято тогда. И одно или пару довольно тоненьких колечек. Причем не обручальных именно, а вот может быть с каким-то там небольшим драгоценным камнем. Но вот именно такое некричащее, очень-очень-очень умеренное. Вот это было тогда в моде. Конечно, если взять женщин более старшего возраста, особенно таких с претензиями, можно сказать. Или из каких-то там семей, таких не в первом и не во втором поколении живущих в городе. Или там актрис, вот такое, дам с претензиями. Они, конечно, носили более массивные украшения. Вот это, ну такое, не часто можно было встретить. Но можно было встретить вот прям золото на пальцах в обилии. Такое встречалось. Еще, кстати говоря, такая вещь, которая тоже типична была для женщин 80-х, более старшего поколения, это они красили волосы хной. Ну, видимо, просто за неимением нормальных красок для волос в Советском Союзе. А более молодые красили, особенно там девушки молодые, но которые хотели очень модно выглядеть. Вот из тех, у которых прически с начесом, если они хотели быть блондинками, то они красили волосы перекисью водорода. И даже была такая шутка в советское время. Ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Ну, конечно, уже в 90-х это все сменили краски импортные, которые стали появляться. Ну, что еще такое из 80-х? Ну, у женщин тогда были распространены бегуди. Не знаю, как-то сейчас я этого не вижу. Может, я не вижу, но мне кажется, этого реально меньше стало. А в 80-е бегуди это было практически у всех. Практически все забивали волосы. То ли бегуди. И были еще плойки, такие электрические приспособления для завивки волос. Как-то это было тоже очень распространено в 80-е годы. И еще один популярный аксессуар, наверное, также и для мужчин, и для женщин. Можно было встретить довольно часто большие дымчатые очки. То есть, вот не такие темные солнцезащитные очки, которые вошли в моду, скорее, уже в 90-х. Это совсем другая вещь. А вот именно какие-то такие дымчатые, полупрозрачные очки, достаточно большие и с достаточно массивной оправой. Вот почему-то это тоже для меня ассоциируется с 80-ми годами. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать о внешнем виде, об одежде, обуви и аксессуарах людей в 80-е годы городского среднего класса. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь на этом канале и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok